пистолет-пулемет судаева образца 43 года ппс-43 складной компактный пистолет-пулемет вот который может быть явился первым замом пистолет-пулемета ппш столь же прост и дешев по конструкции что и собственно ппш то есть штампованная коробка минимум каких-то механической обработки фактически только затвор и ствол требует станочной обработки в остальном все штамповка клепка точечная сварка дешевые сердито дешевые практично довольно легкий компактный снабжен складным металлическим прикладом и он положение соответственно нажатием на кнопку поворачиваем тяги складываем затыльник получаем вот такое вот походное положение но никто не мешает нам и сейчас вот пострелять по врагу но естественно не очень прицельно магазины на 35 патронов классические секторные тут ничего сверхестественного нет причем с секторными магазинами вот ппш которые тоже поздние были они не взаимозаменяемы там разный выход патронов здесь выход патронов в два ряда у ппш перестроение узенькой горловины на один ряд предохранитель размещен перед спусковым крючком сдвинули назад планка предохранителя блокирует спуск и блокируется перемещение затвора чтобы не было такой неприятной вещи как вот инерционный проскок то есть если падает пистолет пулемет патронами в магазине затвор может по инерции сыграть и проскочить за патрон будет случайный выстрел чтобы этого не было вот перемещение затвора жестко блокируется соответственно толкнули вперед можно стрелять в заднем положении тоже соответственно блокируется все и все первые варианты появились в серии в сорок втором году ппс 42 но он довольно таки сильно отличается от того что вот у меня сейчас в руках это уже сорок третий год с первой половины 43 года сначала ленинградские заводы его начали выпускать потом подключились московские и другие предприятия где тут середины конца сорок четыре сорок третьего года он уже пошел войска не только в ленинграде но и по всей красной армии ппш был хорош для обычной так сказать линейной пехоты со своим деревянным прикладом вот а ппс как компакт такой он стал излюбленным оружием имел специальных родов войск те же саперы штурмовики танковый десант разведка ну то есть там где в цене компактности именно небольшие небольшие габариты небольшой вес действительно неплохая машина но по-своему как с каждой неплохой ппш на своем месте тоже вполне себе единственный конечно недостаток опять же для полноценного какого-то рукопашного боя все-таки хлебковат приклад и были нарекания на вот этот компенсатор тоже считался он хлебким какой-то боялись очень солдаты какого-то случайного удара деформации от этого компенсатора ну и соответственно потом при попадании в него пули могли быть неприятности вот поэтому были опытные работы пытались делать без компенсатора просто банально его отпиливать стать получили даже осушу особой разницы и нету вот шум есть своего нет дтк и пытаю после войны даже были намерения пустить такой вариант в серии но там уже новое оружие шло под промежуточные патроны ппс как и все пистолет пулеметы был в общем-то забыл формально был снят с вооружения как раз принятием на вооружение автомат калашникова но фактически на складах осталось еще очень много одно время даже пытались ими вооружать вот десантников и говорили даже 90-е годы вроде как хотели даже в милицию его давать но обошлось и без этого для гороскуда милицейского использования все-таки патрон ттшный слишком мощный хорошо пробивает и это минус он может и кого-нибудь невинного найти пуля это прицельное приспособление здесь простейшие перекидной прицел на 100 или на 200 метров вот принципе дальше пистолет пулемет неважно какой наш ли немецкий английский он все равно по сути не эффективен но то есть вполне оптимально для данного класса оружие темп стрельбы 500 600 выстрелов в минуту при том же патроне при той же массе затвора что у ппш судаев решил проблему снижения темпа элементарным путем за счет увеличения пробега затвора ппш вот довольно маленький короткий ход затвора соответственно быстро происходит этот цикл и между выстрелами маленькое время проходит здесь затвор ездит назад и вперед как бы большее расстояние проходит что у нас не может быть и 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 не может